Поездку в Германию Мария Дадурова планировала давно. Получить опыт от немецких коллег молодая педагог иностранного языка 32-й школы хотела в Дюссельдорфе. Билеты приобрела через интернет-портал компании Билетикс. Вылет был назначен на 5 ноября, но буквально за две недели до предстоящей поездки девушка узнала, что рейс отменен. 20 октября мне пришло сообщение, что этот рейс аннулирован без предложения мне какой-либо альтернативы. Компания Билетикс попробовала связаться с авиакомпанией Air Berlin, которая осуществляла перелет от Москвы до Дюссельдорфа и обратно. И авиакомпания отказала в возврате денежных средств. Вторая по величине немецкая авиакомпания Air Berlin объявила о банкротстве в августе этого года. В связи с этим было отменено множество рейсов. 30 числа мне пришло сообщение, что, вот я вам цитирую, отклонено из-за несостоятельности поданной Air Berlin. К сожалению, возврат билетов, выданных до 15 августа, не будет произведен в связи с эффективными правилами неплатежеспособности. У пассажиров с ограниченными возможностями есть возможность подать заявку на график несостоятельности по открытию производства по делу о несостоятельности. Мария неоднократно пыталась связаться с компанией Билетикс, где приобрела билеты, но никакой помощи не получила. За билеты туда и обратно Мария заплатила более 20 тысяч рублей. Чтобы попытаться вернуть деньги, девушка подала письменное обращение в Роспотребнадзор. По закону оно будет рассматриваться в течение 30 дней. Пока же специалисты могут сказать следующее. В первую очередь, конечно, необходимо знать, с кем мы имеем дело. То есть тот сайт, который предлагает нам услугу по продаже, должен предоставить полную информацию о себе. Это что за организация, то есть наименование организации, где располагается, какие контактные реквизиты у него существуют, телефоны, адреса и так далее. И второе, если мы приобретаем авиабилет тот же самый, до нас должна быть доведена полная информация, во-первых, о самом авиаперевозчике, то есть какой авиакомпании мы летим, где она располагается. Мария не опускает руки. Она решила самостоятельно найти других пострадавших от банкротства этой авиакомпании, чтобы создать массовый прецедент. По данным агентства РИА Новости, отмена более 110 рейсов немецкой авиакомпании затронула более 12 тысяч пассажиров по всему миру. Полина Зорина, Михаил Корзняков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ.